Всех вас благодарю за возможность провести эти переговоры господину Лаврову. Я прибыл сюда по двум причинам, сюда сегодня в Москву. Первая касается того, что я хочу обеспечить безопасное энергоснабжение Венгрии и в последующие месяцы. Это первая причина. А вторая причина. Я хочу четко констатировать, что для нас, Венгров, война плохая. Мы хотим как можно быстрее достичь мира. Если вы позволите, я тогда поделюсь с вами своими соображениями по этим двум темам. Первое. В Европе сегодня проблема со снабжением энергетических ресурсов. Но правительство Венгрии обязано даже в таких условиях гарантировать энергоснабжение нашей страны, гарантировать то, чтобы венгерские люди могли готовить пищу, чтобы у них была горячая вода. И когда это будет необходимо, могли отапливать свои квартиры. И чтобы мы гарантировали то, чтобы венгерская промышленность могла работать и венгры не теряли рабочих мест. Планомерно осуществляется закачка газа в подземные газохранилища. 27,3% уже закачано. В Европе это процентное соотношение составляет только 13%. У нас 27,3%, как я сказал. В нормальные времена этого было бы достаточно. Это было бы... Это предоставило бы нам достаточную безопасность. Но мы все знаем, что мы живем не в совсем нормальное время, поэтому нам нужно гарантировать энергоснабжение нашей страны. И венгерское правительство приняло решение о том, что мы хотим 700 миллионов кубометров газа купить дополнительно, для того, чтобы страна оказалась в полной безопасности с точки зрения энергоснабжения. Если мы рассмотрим ситуацию на рынке, тогда мы четко видим, нравится нам это или нет, хотим мы этого или нет, без источников из России невозможно закупить плюс 700 миллионов кубических метров. Можно мечтать, можно различные воздушные шары дуть, но физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры для того, чтобы мы смогли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией. То есть ежедневно мы 20 миллионов кубометров можем принять ежедневно, для того, чтобы закупить дополнительное количество газа. Помимо этого, наше правительство приняло необходимые решения и заключило необходимые соглашения и для обеспечения финансовой стороны этих сделок. Переговоры на профессиональном уровне начались. Все отлично знают, что договоренности без политических договоренностей не рождаются. Поэтому моя цель сегодня здесь такова, чтобы переговоры как можно были быстрее закончены, как можно быстрее начались поставки, потому что время подживает. Ведь 15 октября начинается сезон отопления. Несмотря на все условия, мы хотим добиться того, чтобы в Венгрии никто не попал в тяжелое положение. Мы хотим, чтобы в Венгрии было достаточно количества природного газа для каждого Венгра, для всех венгерских семей и для всех венгерских предпринимателей. Продолжение следует...